Журналистика и политика Медиахолдинги ГТРК Омск. В качестве главного редактора возглавлял телеканал ОТВ-3. Обладатель премии «Хрустальное перо». Организовал региональное информационное интернет-агентство «Реомск.Информа», также сайты «Супер Омск», клуб регионов и печатное издание «Домашняя газета». С 1998 года участвуют в избирательных кампаниях. Наиболее яркие из них – выборы президента Башкирии, выборы в Верховную Раду Украины, выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, выборы в Омске законодательное собрание, а также Омский городской совет. На сегодняшний день Сергей Старовойтов является генеральным директором медиахолдинга «Руна». Сергей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Ваша персона очень часто фигурирует в омских СМИ. Это уже стало своеобразным стереотипом, если в тексте появляется ваша фамилия, скорее всего, дальше будет своеобразный негатив. С другой стороны, если появляются на омском рынке какие-то новые интересные издания или проекты, автоматически сразу же авторство приписывают вам. Как вы считаете, чем объясняется такой интерес к вашей персоне и как относитесь к критике в свой адрес? К критике я отношусь по-разному, как и любой нормальный человек. Если критика несправедливая, я отношусь к ней болезненно. Если критикуют за дело или это хотя бы похоже на правду, то, естественно, я отношусь к этому очень спокойно. Но в последнее время я перестал так внимательно смотреть за тем, что пишут и рассказывают омские СМИ, естественно, кроме каких-то своих медиаресурсов. Журналисты берут некий внешний верхний срез информации. Естественно, у людей, которые внутри темы, внутри событий, а мы сейчас говорим о бизнес-политических элитах, это не может вызвать другой реакции, кроме, ну, там, разве что, снисходительной улыбки. Потому что мы понимаем, если я в теме, если я понимаю, что действительно стоит за событиями, да, у меня есть некая ситуация анализа. Я понимаю, что предшествовало событиям, я понимаю, что происходит сейчас и знаю приблизительно или предполагаю, как события будут разворачиваться в дальнейшем. Это, собственно, и есть вариант журналистской аналитики или аналитики вообще. Естественно, если мне пытаются подать некий дилетантский взгляд, ну, мне это просто смешно. Вот сейчас в омской журналистике есть засилие некого дилетантизма, поверхностности, и все это, конечно, приводит к очень грустным последствиям. А как вы считаете, имеет ли смысл отвечать на подобные выпады и объяснять, как ситуация разворачивается на самом деле? Или этого делать не стоит? Да вы знаете, Юля, не существует универсального рецепта реакции на критику. Их на самом деле есть несколько полярных мнений. Знаете, все это нашло отражение в фольклоре. На каждый роток не накинешь платок, собаки лают, караван идет или ветер носит. Это некая модель игнорирования критики. Есть модель вступания в перепалку, это вариант дать сдачи. Есть еще несколько подвариантов, как можно реагировать. А какой модели вы придерживаетесь? Я считаю, что нужно делать свое дело и не реагировать на некие выпады. Потому что лучше обсуждать ведь нужно не слова, обсуждать нужно действия. Что сейчас происходит? Это ситуация постмодерна, когда журналисты рассказывают не о фактах, а они комментируют комментарии. Поэтому вот это вот слов на слова, обсуждение уже обсуждаемого и давным-давно проговоренного, это все рождает ситуацию, ну, такого, некоторого абсурда. Поэтому я считаю, что нужно, конечно, обсуждать некие либо конкретные действия, а еще лучше действовать. И потом и предоставить возможность своим критикам, комментаторам обсуждать уже то, что ты сделал. Потому что лучше все-таки делать, чем говорить. И как бы это ни парадоксально звучало, из уст человека, который, собственно, владеет рядом медиаресурсов, занимается журналистским и политическим делом. Сергей Игоревич, ну, в связи с этим хотелось бы затронуть тему, о которой сейчас очень много говорится и, естественно, пишется. Касаемо государственных контрактов и последние события, это контракт на освещение деятельности областного правительства. И очень многие писали о том, что якобы конкурс разработан под определенные издания, и их владельцем являетесь вы. Пролеете немножко свет на эту ситуацию? Да. А также есть ситуация, например, когда городская администрация проводит конкурс, который полностью, по мнению, не моему мнению, по мнению владельцев телевизионных средств массовой информации, то, что называется, заточен под вполне конкретное средство массовой информации, да, под вполне конкретный канал, почему бы об этом не поговорить? Почему бы не поговорить о некоторых иных ситуациях? Ведь то, что пытаются выдать за проблему, на самом деле есть ситуация, когда некий официальный орган власти, орган государственной власти выстраивает свои информационные отношения с рядом СМИ. Насколько я понимаю, контракты проведены и подобного рода отношения, да, когда бюджетные средства, на бюджетные средства покупается определенное количество публикаций в тех или иных СМИ, мы же об этом говорим, они существуют, там, порядка с 15 средствами массовой информации, я могу там ошибаться в этом счетном количестве, но такая ситуация происходит совершенно нормально, все так работают. Вопрос, почему обсуждается это, а не обсуждается другое. Ведь сейчас важнее, вы же знаете, важно не что говорят, а важно о чем говорят. Именно это и называется повесткой, да, или информационной картиной дня. Я могу предложить много других тем, о которых стоит поговорить. Но обсуждая эту тему, я бы все-таки хотел сказать, что давайте подумаем, может быть, не обсуждая сейчас, подумаем, почему именно эти издатели, именно в этих конкретных своих СМИ обсуждают именно эту тему, учитывая, что мы с ними находимся в ситуации некой бизнес-конкуренции. То есть мы, конечно, с ними конкуренты, мы работаем на одном поле, мы боремся за внимание одной и той же аудитории. То, что пытаются демонстрировать они, я считаю, что это форма некой недобросовестной конкуренции. В данном случае каждый волен поступать так, как он поступает, да, и руководствоваться своими какими-то принципами и пониманием журналистики. Меня удивляет другое. Куда в наших средствах массовой информации исчезли классические, традиционные журналистские темы? Вы вспомните, пожалуйста, когда вы последний раз читали материал о том, что, например, происходит в омской промышленности. У нас есть изобретатели, которые что-то изобретают, у нас есть врачи, которые делают, наверное, какие-то уникальные операции. Почему это все спорадически? Но вы, современному читателю, интересны злободневные, актуальные темы, кто сколько получит, кто сколько выиграл и так далее. Это все интересно, но узкому кругу лиц. Поэтому и журналы выдают то, что нравится потребителю, мне так кажется. Или они предполагают, что это интересно потребителю. Или они кормят потребителя вот этим медийным фастфудом. Давайте представим, что в нашем городе исчезли все рестораны и ресторанчики, а остались только заведения общественного питания или быстрого питания. Ну что, людям все равно надо пользоваться. Но они будут ездить на бизнес-ланче не в одни заведения, а в заведения попроще, в конце концов. Или каким-то иным образом удовлетворять в нашем случае свой информационный голод. Вот что дают, то и едят. Нет, ну согласитесь, допустим, если даже брать по примеру какого-то новостного интернет-издания, новости, которые собирают большее количество просмотров, это не то, что в Омске, к примеру, там какое-то предприятие произвело столько литров молока, либо там изобретатель изобрел вот такую вот уникальную вещь. А какие-то более скандальные темы. То есть по количеству просмотров они выигрывают. Соответственно, мы понимаем, что люди интересуются вот этим. И этот продукт мы им и выдаем. Так если говорить о количестве просмотров, то я вам совершенно авторитетно скажу, что большее количество просмотров как раз получают новости про кровь. Это убийства, это страшные преступления. Чем страшнее, тем больше их смотрят. Но это же не значит, что мы, журналисты, должны сосредоточиться исключительно на кровавых событиях. Ну а на втором месте, вот в этом рейтинге, если, допустим, на первом месте какие-то криминальные новости, то на втором месте новости именно связаны с какими-то актуальными событиями, происходящими в нас в регионе. Нежелательно какие-то сделки, либо там что-то с бизнес-темантикой и так далее. То, что мы сейчас обсуждаем, называется понятным словом «сплетни». Это вариант бульварной журналистики, но ориентированной на некую бизнес и политическую аудиторию. Но ведь как ни крути, людям это нравится. Все сосредоточены на политических сплетнях. И это большая проблема. Почему? Это интереснее? Это легче. Это вопрос качества аудитории. А читатели, наш искушенный читатель, почему следит за этими новостями? Потому что, как я уже говорил, больше ничего ему не предлагается. Это раз. А во-вторых, он не читает. Это большое заблуждение журналистов, что кто-то сидит и внимательно вчитывается в их красивые пассажи. «Эк, я завернул», думает иногда такой писатель. В частности, есть у нас сейчас один из информационных ресурсов, где, собственно, такие писатели в прошлом собрались. И они думают, что ценится некая цветистость их речи. На самом деле, аудитория, которая следит за новостями на подобного рода ресурсах и в печатных изданиях, использует это как маяки для расшифровки того, что происходит в сфере им интересной. Кто на кого напал, кто кого мочит, у кого с кем союзы, а у кого с кем конфронтация. То есть для них это некая полетная карта, когда они смотрят, где... Или такая ситуация, там, карта погоды, где они понимают, где буря, где спокойно. Они на этом основании строят свои некие... Для них это оперативная информация, на основании которой они строят свои поведенческие стратегии. Сергей Игоревич, как считаете, на сегодняшний день на Омском рынке какого не хватает издания в идеале, чтобы оно появилось, чтобы у людей, у читателей был к нему интерес, чтобы его покупали и оно претендовало на объективность. Каким оно должно быть, как оно должно выглядеть и из чего должен состоять контент? В Омске вообще не хватает много чего. Абсолютно в любой сфере не хватает колоссального количества каких-то вещей, событий, проектов, продуктов. Это касается и журналистики. В Омске нет ни одного нормального делового издания, которое говорит с бизнесменами о бизнесе. Исключительно о бизнесе, где политика вторичная, а бизнес первичен. Этого нет. В Омске не хватает молодежных ресурсов. В Омске не хватает ориентированных на аудиторию тинейджеров, студентов. В Омске нет качественного гида по городским событиям. Как считаете, почему? Вопрос инвестирования. Вопрос в том, что в Омске неразвитая или недоразвитая экономика, недоразвитый бизнес. Поэтому собрать рекламные средства крайне сложно. А на чем еще должны жить эти издания? Мы сейчас говорим о платных изданиях или о бесплатных изданиях, или об интернет-изданиях? В любом издании есть своя экономика. Любой издатель платит за производство этого издания и элементарную зарплату журналистам налоги. Если мы сейчас говорим о журнале, важно, чтобы человек хотел его купить, чтобы там была та информация, за которую он хотел бы заплатить деньги, и это было ему интересно. Здесь мы можем сейчас говорить о сегментировании аудитории, о том, что каждой аудитории нужно рассказывать о темах, которые интересны для этой аудитории. Тогда это будет долгий разговор и, по большей части, теоретический. Если коротко, то в Омске есть крупные аудитории, в которых можно внимательно посмотреть, и для которых можно создать свои информационные продукты. Какие они будут? Интернет-продукты, что скорее всего, либо какие-то печатные, телевизионные версии. Это вопрос уже второй, но то, что есть некий вакуум, то, что есть ожидания аудитории, то, что есть такая потребность, возможно, явно не выраженная. Это совершенно очевидно. То есть вы считаете, что эти издания должны исключить различную желтизну, криминальные кричащие новости? Не надо это искажать. Если мы говорим про аудиторию условных таксистов, то, наверное, им надо рассказывать про дорожные ситуации, про криминал и какие-то эротические истории туда. А может быть, я ошибаюсь, может быть, они хотят читать про политику и большой бизнес, но, скорее всего, я не ошибаюсь. Хотелось бы вот еще затронуть вопрос объективности омских СМИ. Как считаете, у нас есть издания, которые могут сохранять нейтралитет? Мы сейчас не берем в учет федеральные издания, либо те, которые работают по франшизе, либо это площадки, на которых может размещаться информация по желанию заказчика. И как раз в свете недавних событий хотелось бы вспомнить выступление Алексея Волина, заместителя министра связи Российской Федерации перед студентами МГУ, который заявил, что журналистика — это прежде всего бизнес. Вы с этим согласны? Ну, тут два вопроса я услышал от вас. Первый — про объективность омских информационных ресурсов, омских средств массовой информации. Второй — про воля и про то, есть ли журналистика бизнес. По порядку начнем? Давайте по порядку. В Омске есть разные средства массовой информации. Одни — более лживые, другие — менее лживые, третий — более правдивые, менее правдивые и так далее. Проблема не в этом. На мой взгляд, проблема в том, заблуждаются журналисты или они сознательно вводят в заблуждение свою аудиторию. Они специально врут своим читателям из своих бизнес-интересов, из своих политических задач или они делают это по недомыслию. И вот здесь вот эта линейка от наивного заблуждения до злостной лжи, она достаточно широкая. Каждое издание можно оценить по десятибалльной шкале, и при том вряд ли в комплексе. Скорее нужно оценивать отдельные материалы, потому что мы понимаем, что есть некие, мы с этого начали с вами разговоры, есть некие информационные задачи, в рамках которых отдельные темы генерируются. И дальше уже, соответственно... — Не считаете ли вы, что многие издания — это рупоры своих владельцев и людей, которые их содержат? — Это совершенно естественно. Каждое издание транслирует точку зрения своего издателя, своей редакции. То есть там в комплексе какие-то вещи — это продукт исключительно журналистского труда, какие-то вещи — это исключительно задача редактора, а некоторые вещи — прямое указание издателя. То есть это слишком непростая тема, слишком сложная тема для того, чтобы... Нужно брать каждый конкретный материал и смотреть, зачем он нужен. Более того, нужно понимать политический бизнес-интерес издателя. С кем он дружит, с кем он враждует, чего он хочет, в конце концов, какая у него... — То есть кто платит, тот и заказывает музыку. — Бизнес-стратегию. Ну так всегда так было. Всегда так было со времен основания первых газет. — То есть журналистика — это бизнес, опять же, возвращаясь к Волину. — Возвращаясь к Волину, Волин, на него зря накинулись, потому что те, кто его сейчас критикуют, исключительно пытаются прокричать о своих политических взглядах, а не о том, что сказал Волин. Ведь он сказал совершенно очевидные, понятные вещи. Журналистика — это бизнес, сказал он, дорогие друзья, дорогие мои студенты. И надо понимать, что вы должны быть готовы работать в современных экономических условиях. — На кого-то и делать то, что вам скажут. — Подождите, ну как, вы приходите в предприятие, журнист приходит на работу, он работает в некой организации, где он получает налоги, организация платит отчисления в казну, аренду за помещение, типографии за печать газеты или какие-то иные траты. Это бизнес. Мы понимаем, что современное издательское дело — это всегда бизнес-процесс. Я думаю, что ваша аудитория меня прекрасно понимает. Неважно это, потому что когда мы говорим такие вещи, что редакция, что завод — это одинаковые бизнес-процессы, журналисты сразу начинают обижаться и говорить о том, ну как можно сравнивать музы и людей, которые шлепают железные болванки или качают нефть. Совершенно разные вещи. Мы творцы, не надо нас считать бизнесменами. Это заблуждение. Журналисты работают в бизнес-схеме, но надо понимать, что каждый журналист — журналист, безусловно, творец. Журналист — это все-таки творческая профессия, и в идеале те же самые студенты, будучи еще в университетах, говорят о том, что они будут отстаивать чисто свою точку зрения и свою позицию. Их позиция не будет зависеть от того, что им скажет главный редактор, у которого, возможно, существуют взаимоотношения с определенным политиком, либо с какой-то государственной структурой. А здесь получается, что напрямую взаимосвязь. Вот смотрите. Каждое издание, если это хорошее издание, оно имеет свое лицо. Есть понятие редакционной политики. Это некий набор принципов и установок мировоззренческих, которые отстаивает редакция. Каждая редакция понимает, что такое хорошо, что такое плохо, что в их парадигме, что в их картине мира добро, что есть зло. Так вот, если вы пришли работать в редакцию «Красного пути» и будете говорить о том, что Ленина нужно вынести из мавзолея, вы долго проработаете там? Наверное, не очень. Потому что вы будете непоняты прежде всего вашими коллегами, которые пришли туда с болью в сердце. То есть нужно заведомо знать, куда ты идешь. Совершенно верно. И через эти фильтры уже, если угодно, фильтровать свою личную позицию. Если я прихожу в газету «Друг», который отстаивает, а говорю о том, что всех собак надо переловить и перестрелять, но я буду непонят в коллективе редакции «Друг», значит ли это, что они задушили мою свободу слова? Свобода слова есть. Вы идите и работайте там, в ту редакцию, которая соответствует вашим, чья информационная политика соответствует вашим мировоззренческим установкам. И тогда вы будете в ладу со своей совестью, с редакционной политикой. И не надо в чужой монастырь со своим... Я поняла. Сергей Игоревич, если вы сейчас как раз коснулись темы политики, как вы считаете, насколько политика и журналистика между собой связаны? И кто от кого больше зависит? Сравнивать политику и журналистику невозможно. Ведь мы понимаем, что политики, работая с обществом, зачастую транслируют свои идеи с помощью средств массовой информации. Но также эти идеи можно транслировать, грубо говоря, с помощью громкоговорителя на митингах. И тогда средства массовой информации выступает громкоговоритель. Я могу писать листовки от руки и раздавать их людям. Я являюсь политиком, но для меня инструментом является рукописная листовка. Или на заборах я могу писать лозунги. Это тоже некая политическая деятельность. Средства массовой информации как служат иногда инструментом для решения политических задач, так и являются классическим способом информировать, а зачастую и рассказывать о том, кто идет к власти и какими методами пользуются. В данном случае раскрывать замыслы политиков. И в этом случае они, конечно, выступают как некие антагонисты. Мы понимаем, что раскрывая замыслы одних политиков, они проводят жизнь интересы других политиков. Сергей Игоревич, вы заканчивали журфак и работали журналистом, снимали авторские программы. В последнее время вы активно занимаетесь политикой. Что вам интереснее и кем вы себя прежде всего считаете, журналистом или политическим экспертом? Это сложный вопрос по поводу самоопределения человека в жизни. Я просто занимаюсь теми вещами, которые мне интересны. Мне интересна журналистика, мне интересен сам процесс создания средств массовой информации, мне интересно рождение чего-то нового. Кроме того, я считаю журналистику отличной, благородной профессией, которая выполняет, во-первых, важную социальную функцию, во-вторых, она интересна сама по себе, она интересна своим содержанием, она, на мой взгляд, исключительно на мой взгляд, она интереснее торговли, она интереснее чистого бизнеса, торгово-закупочного какого-нибудь, она интереснее многих вещей, по крайней мере для меня, именно поэтому я и сформировался в первую очередь как журналист, как человек из медиасреды. Политика интересна тем, что политики влияют на жизнь общества, что работая в политической сфере, можно видеть реальные изменения в жизни. И политики это те как раз люди, которые, ну, если сравнивать политику и журналистику, то, скажем так, журналистика влияет опосредованно на общественные процессы, а политика и политики влияют напрямую. Подводя небольшой итог нашему разговору и возвращаясь все-таки на наш омский медиарынок, хотелось бы поговорить об основных тенденциях, которые вы сейчас наблюдаете. В связи с кардинальной, недавно произошедшей сменой власти в регионе, большинство СМИ вроде как успокоилось. Это иллюзия затишья или преддверие будущей информационной войны. Или же ее не существует, и нам это мнение навязывают? Если же навязывают, то кто и зачем? Не бывает понятия успокоившиеся СМИ. Успокоившиеся СМИ — это мертвые СМИ. Журналисты должны постоянно находиться в ситуации некого драйва, азарта. Им постоянно должно быть что-то... Ну, собственно, в этом как акула остановились, уснули навсегда. Поэтому нету никакого затишья, не было никакого затишья. И то, что я наблюдаю, я не понимаю, как вообще можно говорить о затишьях в омской медиа-среде. Вы посмотрите, череда конфликтов и скандалов. То, чего давно не было, какие-то драки внутри журналистского цеха. Попытки бороться за аудиторию, за бюджеты, за влияние. Какие-то драки в среде и бои политиков, выборы, которые сейчас происходят. Критика областного и городского руководства. Происходит колоссальное количество событий. Я бы сказал, что давно так эта сфера не бурлила и не жила такой насыщенной самостоятельной жизнью. Есть ли сейчас какие-то коалиции, допустим, как это было раньше, город, область, сейчас что-то подобное существует? Мы видим, что сгруппировались несколько средств массовой информации. Очевидно, за ними стоит, на мой взгляд, один либо союзничающий заказчик, который использует их в качестве своих политических целей. А в чем смысл? В качестве объекта критики выбран, безусловно, губернатор Назаров и его команда. Мы это тоже видим. Задача у них, очевидно, ослабление губернаторской команды с целью дальнейшего усиления собственных позиций. А цель это следующие выборы главы Омского региона. То есть грядет на Омском медиарынке новая информационная война? Это есть политика, это есть, мы же об этом уже говорили, борьба за власть. И то, что мы наблюдаем, это как раз некое формирование позиций, плацдарма для того, чтобы для нанесения отдельных ударов. Если сейчас мы видим, то, что мы сейчас видим и воспринимаем это как некий конфликт, это всего лишь, знаете, такие пристрелочные бои, когда артиллерия встала на позиции и пытается определить дальность, пытается определить какие-то квадраты, по которым она будет бить в дальнейшем. Поэтому я думаю, что самое интересное мы увидим в ближайшие годы, да, и интенсивность событий, безусловно, будет возрастать. И победит в этой драке, безусловно, тот, кто, безусловно, конечно, я бы сказал, победит в этой драке тот, кто лучше к ней подготовится. Сергей Игоревич, очень интересно было с вами поговорить. Спасибо большое, до свидания. Спасибо за приглашение, всего доброго. А я напомню сегодня об омских СМИ, о политических тенденциях в регионе и независимой журналистике мы разговаривали с Сергеем Старовойтовым. В студии была Юлия Верчук. Всего вам доброго и до новых встреч.